В час ночи в субботу на автодороге примерно в 20 километрах от Карпинска встретились лось и машина. Причем машина совершенно новенькая. Водитель, работник автосалона уральской автомобилей, как раз перегонял ее клиенту. Лось, как выяснилось позже, тоже не старый. Года два от роду, не больше. В этом вопросе Николай компетентен, потому как не просто имеет охотничий билет, но иногда и охотится. С ружьишком. Хотя автомобилем тоже неплохо получается. Не далее, чем месяц назад, зайчишку добыл, теперь вот лося. Лось, кстати, остался жив. Полежал на дороге с полчасика, оклемался и поплелся в лес. Повезло водителю, что лось был безрогий. Говорят, не сезонным сейчас. А то было бы хуже. Помятую машину, естественно, пришлось гнать обратно в Екатеринбург, а по пути несколько раз доказывать бедительным дорожным инспекторам, что не сбивал он пешеходов. Лось это был. Вот и шерсть его имеется. Как ребята говорят, походился довольно успешно, но лось все-таки ушел. Ему больше повезло немножко. Между прочим, водителю в день происшествия стукнуло 46 лет. Вот только вряд ли животное намеревалось таким лосиным образом поздравить именинника. Начальство отнеслось к случившемуся спокойно. Всякое бывает, ладно, хоть сам жив-здоров остался, а машину отремонтируем. Радостно за нашу область, потому что у нас экология, все в порядке, и дикие животные все-таки у нас существуют. Среди сотрудников автосалона начали бродить слухи, что Николая в ближайшем будущем пересадят на машинку покрупнее, типа Белаза. А то сначала зайца задавил, потом лося. По логике выходит, что следующее животное должно быть, ну никак не меньше бегемота.